Руссо туриста Уникум. Все дело в туризме, который в СССР рассматривался в том числе как способ познания родного края и был общедоступен. В стране была и своя Европа, Прибалтика, и своя Азия, Восточные Репаблики. Да и в средней полосе было на что посмотреть. Взять, к примеру, красота от Ленинграда до Москвы, обозревать которой можно из окна поезда. А что если запелить специальный вагон для туристов? Сказано, сделано. Тогдашний завод имени товарища Егорова в городе Ленинграде построил к 65 году экспериментальный двухэтажный вагон с куполом для обозрения местности. Девайс был совсем непрост. Его обзорную часть, второй этаж, делало какое-то секретное военное конструкторское бюро. В какой-то мере это был прорыв в отрасли, ибо до 65 года промышленность ничего подобного не упускала. Нет, двухэтажные вагоны уже существовали, причем самый первый из них в России был построен еще до революции в 1905 году на Тверском вагоностроительном заводе. Предназначался он для переселенцев со всем своим скарбом на Дальний Восток. На первом этаже везли сельскохозяйственных животных, козы, муллы и какой-то хлам, а на втором самих переселенцев. А уже во времена Хрущева завод имени Герлица, ГДР, поставил Советский Союз небольшую партию своих двухэтажных вагонов. Они ходили даже с фермой, поезд «Березка», «Москва», «Рязань». Но именно таких агрегатов Советский Союз не строил. Однако мы отвлеклись. Впрочем, если джентльмен хочет ролик про общую историю двухэтажных вагонов в СССР и России, пусть хоть в комментах черканет. Так вот, наш герой, 65-го года из Ленинграда. Ознакомимся с архивами. Это одна из первых фотопациента. Смотрится убедительно. А здесь аппарат где-то на территории завода Егорова в 65-м году. Публикация в периодике с описанием конструкции и фотографиями интерьера. Для более полного ознакомления с девайсом нам пришлось переместиться в Ленинград, где огромная модель обозреваемого прототипа заботливо сохраняется в музейке. Наш вагон, как и его собратья, цельнометаллический, с несущим кузовом. Но средняя часть, как можно видеть, выполнена в два этажа. Крыша в этой части имеет остекленный купол, а подоконный пояс располагается ниже привычного нам уровня. Очень хитрая рама в форме изогнутого бруса с хребтовой балкой в концовых частях и гофрированным листом пола в средней части. Под вагон подкатили тележки КВЗ ЦНИИ-2, такие же, видимо, как на вагонах-ресторациях. Тары вагона 61 тонна. На первом этаже имелись 7 обычных 4-х местных купе. Две полки сверху, две снизу, а также купе проводников, два туалета и тамбуры. Дополнительно предусмотрены душевая и две камеры для холодильных установок, доступ к которым возможен снаружи. А вот второй этаж был уже покруче. Элегантный пассажирский салон на 28 мест, с расположенными в два ряда мягкими креслами, между которыми добрые конструкторы предусмотрели не менее элегантные столики консольного типа. Ну там картофана похомячить, курицу, которая уже успела посинеть от торжества футуризма в отдельно взятой стороне. А когда пассажир обожрется черносливо, к его услугам были два дополнительных мягких дивана на четыре места. Особая гордость – перекидные спинки кресел второго уровня, что позволяло пассажиру всегда ехать лицом по ходу пьесы, то есть поезда. Служебный коридор был также прокачан. Кроме мягкой койки, чтобы проводник мог забыться на работе тревожным сном и шкафчика для макентоша, были улучшенные щитки для управления электрооборудованием вагона. А самое главное – буфетное отделение с раковиной, шкафом для посуды и электрокипятильником. Конструкторы от широты душевной внутрь запихнули два кондея, которые должны были работать автоматически, независимо друг от друга. До кучи чудо-аппарат радиофицировали и оборудовали звуковой и световой сигнализацией. Гуляй, Руанина! Неискушенный зритель, возможно, предположит, что в скором времени была построена целая куча подобных экскурсионных вагонов, и туристические поезда побежали во все концы нашей необъятной родины. Пассажиры, простые труженики, получившие наконец по линии профсоюза заветную путевку, массово путешествуют, спят внизу, а пейзажами любуются сверху. Но, увы, на этом опытном вагоне с мега-куполом все и закончилось. Якобы он совершил несколько поездок между Москвой и Ленинградом, но, к сожалению, сведения о том, что это были за поездки, в какие годы, и куда точно они выполнялись, в сети практически нет. По очень непроверенным данным, вагон еще успел скататься на 24 экскурсионные поездки с 1983 года по маршруту Москва-Рязань, но так это или нет, мы не знаем. Что же случилось? Почему отличное, казалось бы, начинание так быстро сдулось? Официальная версия – протекающая в дождливую погоду крыша второго этажа, что создавало опасность возникновения КЗ и пожара. Довольно неубедительно, надо признать. Во-первых, те же пазики 672-е катались с окнами поверху кузова и вроде не текли. А кроме того, так сложно было пофиксить течь? Или все КБ страны были бессильны перед столь непосильной задачей? Скорее причина в другом. Не претендуя на истину, укажем на недостатки исследуемого. В описании указано, что питание всех потребителей электроэнергии в вагоне осуществляется переменным током напряжением 380 вольт от вагона электростанции через подвагонную магистраль. Это и гадеи так питались. Получается, что дополнительно с туристическими вагонами необходимо было таскать еще вагон, а может и не один. А без кандей было никуда, поскольку на втором ярусе летом в солнечный день стояло такое пекло, что мама дорогая. Тем более, что окна второго этажа не открывались. Думается также, что холодильные установки, постоянно работавшие в поезде, создавали немалый шум. И измученных нарзаном советских граждан это очень утомляло. Отметим еще избыточное сопротивление воздуха при движении из-за купола, сильное смещение центра масс и как результат повышенная аварийность с переворотами и излишне сложное техническое обслуживание. Причем в этом проекте без изменения массы вагона еще и пожертвовали конструкционной жесткостью. Видимо, все это и явилось причиной отказа в производстве подобных вагонов в будущем. И отставили нашего героя от эксплуатации, а затем, каким-то неведомым образом, он попал в Ташкент, город Хлебный. Если джентльмен знает, почему именно в Ташкент, напишите в комментах, пожалуйста. Наш знакомый Никита Клочков сообщил, что спустя годы вагон нашли в Термезе, где его использовали как гостиницу или что-то в этом роде, и сумели перевезти в железнодорожный музей города Ташкента. Вот фотографии с мест. Видимо, первоначально аппарат был окрашен в серо-белых тонах, но затем его перекрасили чуть веселее, добавив зеленого. Обратите внимание, что стекла купола закрашены серым. Вопрос, нафига? Вам, конечно же, интересно узнать, а что же там внутри сейчас. Наш добрый друг Никита Клочков в 2007 году сфотографировал и интерьеры пациента. Увы, от былого великолепия нет и следа. Вот первый этаж, та самая опущенная вниз часть вагона. Здесь располагались четырехместные купе. Демонтировано все, даже переборки. Может, второй этаж будет лучше? Нет, там все еще плачевнее. Никаких кресел и снят даже на стил пола. Как мы слышали, в планах МЖТ отреставрировать его и сделать что-то вроде вагона-музея. Может быть, сейчас что-то изменилось. Если у кого-то есть актуальная инфа по этому вагону, напишите в комментах, пожалуйста. Кстати, мы не спросили, каков масштаб данной модели. Можно предположить, что она уменьшена раз в 10. Впечатляет. Однако, как известно, самый ходовой масштаб 1 к 87. И было бы очень интересно увидеть на макете нашего героя именно в таком размере. Но, увы, похоже, то, что вы видите, это единственная модель купольного вагона во всем мире. Хотя, типовых вагонов для 16-мм колеи вполне достаточно. И мы убеждены, что самые реалистичные и проработанные вагоны ЦМВ разных модификаций выпускает компания Евротрейн. Наши друзья, которые единственные популяризируют идеи железнодорожного моделизма в России в таком объеме. Евротрейн – абсолютно уникальная отечественная компания. Под одним брендом они сумели объединить и макетную студию, и сеть магазинов для простых моделистов и сочувствующих, а также производство самых разных железнодорожных и сувенирных масштабных моделей по спецзаказам. Фактически, умельцы трудятся по другим направлениям – макеты и модели. Производство высококачественных и тщательно детализированных макетов – одно из главных направлений работы компании. А если обратить взоры ко второму направлению, то окажется, что Евротрейн вообще единственный в России производитель советских и российских моделей железных дорог в масштабе 1 к 87. К примеру, пассажирские вагоны. Смотрим. Первое. ГДРовские Аминдорфы, которые так нравились советским людям. Второе. Пассажирские вагоны СССР и РЖД типа CMVO-66. А также вагон-ресторан. И кроме того, пассажирские вагоны Советского Союза типа КВЗ – Калининского вагоностроительного завода, который хочется отметить особо, поскольку они очень душевные. Вот глядите, целый набор из четырех вагонов. Эдак два набора приобрел и уже полноценный поезд для макета. Все вагоны окрашены в правильный зеленый цвет. Корпоративом тогда и не пахло. Еще бы ведь, прототипы выпускались с 1959 по 1969 годы. Чтоб джентльмен понимал, это первые плацкартные вагоны, произведенные в СССР с цельнометаллическим кузовом. На корпус нанесены номера вагонов и обозначение поезда Москва-Иваново. Хотя в комплекте идут маршрутные доски других направлений – Москва-Кострома, Москва-Кенишма. Важно, друзья, что все вагоны из набора имеют разные номера. А сверху название железной дороги – Северная, одна из старейших магистралей России. Первый ее участок был построен еще в 1868 году. Все аппараты оборудованы тележками с металлическими колесными парами, имея тщательным образом проработанные подвагонные оборудования, надписи на кузове и безупречный окрас. Высокое качество продукции «Евротрен» отметили как российские коррекционеры, так и коррекционеры Германии, Австрии, Чехии, Польши, Болгарии, Франции и даже Японии. Прекрасный подарок и для детей, и для взрослых. Можно подарить шефу! А хотели бы вы иметь на своем макете такие вагоны? Или лучше все же какой-то другой подвижной состав? Напишите в комментах ваше мнение. А купить эту и другую продукцию компании «Евротрен» можно в Москве, магазину у станции метро «Трубная» и «Маяковская», а также в Питере, на родине нашего сегодняшнего пациента, метротехнологический институт. Всем остальным жителям интернет-магазины в помощь. Ну а ссылка на официальный сайт компании «Евротрен» конечно же будет в описании под видео. Друзья мои, очередной ролик почти завершен. Всегда очень важны ваши оценки и комменты под видео. Подписывайтесь на наш канал, нашу группу в ВК и на Инстаграм. Все ссылки на шапки канала. И всегда рады хорошим людям на наших стримах. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи и до новых видео.